Протяженность дорог с твердым покрытием в Краснодарском крае превысила 41,5 тысячу километров. Для сравнения, это больше даже, чем протяженность экватора. Содержание всех трасс и автомагистрали требует немалых денег. Так, в текущем году размер дорожного фонда стал рекордным для региона за все время. Благодаря этому только в Краснодаре отремонтировали 90 километров уличного покрытия. Качественные дороги, еще раз почерпну, это качественная жизнь. Кто бы что ни говорил. И мы должны сегодня эту качественную жизнь в нашем Краснодарском крае обеспечить. Есть необходимость в татуаре, в освещении. Мы это все в комплексе сегодня создаем. Это вот показатель активности в целом и экономики нашего региона, и возможностей, возможности, в том числе возможности дорожного фонда. Не каждый регион мог бы похвастаться, что у него дорожный фонд на этот год был 28,5 миллиардов рублей. До конца года на Кубани отремонтируют около 720 километров дорог и 6 мостов. В разговоре с руководителями профильных предприятий Венимин Кондратьев обращает их внимание на то, что пора отходить от точечного ремонта и приводить в порядок улицы комплексно, со всей инфраструктурой. Это касается как старых, так и новых магистралей, строительство которых, в том числе, поможет разгрузить города от пробок. Конечно, заторы зависят от множества факторов и не всегда от качества дорог, но закрывать на них глаза будет неправильно. Конечно, пробки – это сегодня бич и Краснодара, и Сочи, и Новороссийской, и многих других наших городов. Но здесь надо в целом в комплексе подходить к решению этих проблем. Но мы не можем отстать сегодня от сегодняшнего дня. Не можем. Значит, нужно находить альтернативные способы, которые позволят все равно эту проблему решать. Надо думать, на самом деле, о альтернативных новых дорогах. Мы сегодня говорим о транспортном кольце вокруг Краснодара. Значит, надо активнее действовать в этом направлении. Уже в стадии реализации в будущем году начнется реализация. Это дальний западный обход. Соответственно, логическим продолжением это будет соединение его с южным обходом. Мы получаем полноценное кольцо вокруг города Краснодара. Это нам позволит, как вы уже отметили, убрать транзитный транспорт с улиц города. В планах еще один масштабный проект. Соединить в Краснодаре улицу Тихорецкую с трассой М4 Дон. Кроме этого, в следующем году на Кубани отремонтируют 177 километров дорог. Обновления ждут Краевую столицу, Сочи и Новороссийск. Все три агломерации включены в национальный проект. Безопасные качественные автомобильные дороги. Но несмотря на выделенные деньги, встает вопрос о том, кто будет выполнять работы. Кубанские дорожники жалуются на несовершенство закона о госзакупках. Нерадивые участники вышли на торги. Произвело падение на торгах в 30%. Забрали работу на себя. Выполнили ее некачественно. В итоге через подрядную организацию. Не доделали работу до конца, бросили. Их занесли в непорядочные, грубо говоря, поставщики. Они свернули одно предприятие, открыли другое. И на следующий год появились опять на торгах. Только конкуренция позволяет делать качественные дороги. Только конкуренция. Вот здесь давайте предложение. Все люди умные, соберитесь, сами обсудите. Мы готовы поддержать любую законодательную инициативу. Она должна быть очень взвешенной и очень разумной. И любые меры, которые будут связаны с ограничением участников в торгах, они тоже должны быть очень взвешенными, очень аргументированными. Следующий год для дорожной отрасли Кубани обещает быть не менее загруженным, чем 2018. И помимо текущего ремонта магистрали, должно начаться строительство транспортных обходов в станице Ленинградской и Тимошевска. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24. Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok